Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать на своем YouTube-канале, но перед началом выпуска я напомню, что на этой неделе идет набор сразу же в два VIP-канала. В первом VIP-канале я публикую скриншоты только со ставками, да, сейчас на вашем экране перед вами появится статистика, соответственно, вы можете с ней ознакомиться. Ну и второй VIP-канал у меня посвящен полностью разборам, да, то есть я с первого по последний поединок на таких турнирах, как AC, UFC, да, в основном, в частности, именно их я разбираю, то есть даю рекомендации по ставкам там. В общем, вся подробная информация будет находиться, ребятки, в моем телеграм-канале, также в телеграм-канал, ребят, я публикую скрины со ставочками, поэтому, кто до сих пор не подписался, советую вам это сделать, соответственно, ссылочку на телеграм-канал я оставлю в описании под этим роликом и также в закрепленном комментарии. В общем, в сегодняшнем выпуске мы будем разбирать действительно крутейший поединок, да, который пойдет в рамках турнира UFC Fight Night, сегодня мы поговорим о поединке, в котором встретятся Саидиакуб Кахрамонов и на этот раз его оппонентом становится Саид Нурмагомедов. В общем, здесь есть о чем поговорить, интересные кэфы, поэтому, как всегда, ребятки, мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, конечно же, будем искать варианты для ставок. Погнали к разбору. Предлагаю этот разбор начать с Саиды Нурмагомедова, это боец, который, за плечами точнее, которого серьезный любительский бэкграунд, в 2013 году он стал чемпионом мира по ММА, да, в общем, выступал он в организации ACB, там участвовал в гран-при, да, выиграл три, соответственно, поединка подряд и уже в финале, да, встретился против Магомеда Бибулатова, которому проиграл решением судей. В общем, после этого был подписан контракт с организацией WFCA, это бывшая лига Ахмат, сейчас ACB, да, и WFCA объединились, и промоушен называется, соответственно, ACA. И, в общем, там, действительно, Саид показывал хорошие результаты, побеждал, ну, топовых бойцов, да, таких, как, например, Абдул-Рахман Дудаев решением судей, ну и, соответственно, стал чемпионом организации WFCA, да, ну, Лиги Ахмат, я имею в виду, и в конечном итоге в 2018 году привлек внимание к своей персоне сильнейшего промоушена мира, соответственно, UFC, куда бы и был подписан. В общем, дебютный поединок у Саида действительно выдался непростым, да, он встретился против Скогенса, которому, точнее, у которого выиграл раздельным решением судей, да, также был поединок против Рикардо Рамоса, тот бой выиграл Саид, встречался он против Раоне Барселоса, тогда проиграл ему решением судей, бой, кстати, получился близкий. Ну, и дальше выдал серию из трех побед подряд, соответственно, прошел Марка Стриклана досрочно, нокаутом, нокаутировал того, да, после этого встретился против Коди Стэмона, которого задушил, по-моему, в первом раунде, если я ничего не путаю, ну и, соответственно, свой крайний поединок провел против Дугласа Сильвы Де Андраде. Вот там уже было о чем переживать, да, потому что, действительно, если первый раунд Саид забрал уверенно, второй раунд уже близковатый, но все равно Саид его забрал, и третий раунд Саид отдал, да, там Дуглас хорошо попадал, подключал борьбу, переводил Саида в партер, контролировал его там, да, ну, по факту 29-28, здесь никаких вопросов нет, Саид Нурмагомедов одержал победу. В общем, переходим к бойцовским качествам Саида, стоит подчеркнуть, что это боец разносторонний, сбалансированный, у него хорошая защита от тейкдаунов, но сразу же сделаю пометочку, пока у него есть силы, да, то есть он хорошо обороняется, при этом у него есть контр, скажем так, оборонительные приемы, которыми он часто пользуется, как это было, например, в поединке против Коди Стэмона, когда Стэмон пошел в борьбу, Саид его грамотно поймал на удушку, и, в принципе, поединок тут закончился слишком быстро и, к сожалению, для Коди Стэмона поражением. В общем, как я уже сказал, может сам побороться, да, но не является каким-то там, скажем так, очень крутым борцом, да, потому что, ну, исходя из тех боев, которые я посмотрел, которые я видел, да, его борьба работает, скажем так, до определенного уровня. В общем, что касается его стойки, то здесь конкретно боец разносторонний, да, потому что выкидывает удары абсолютно под разными углами, бьет очень много бэкфистов, причем бэкфисты бывают частенько неожиданные, такие нежданчики, да, которые может потрясти, может просто нанести ущерб оппонентам. Также очень много бьет вертушек, которые тоже опасны, причем вертушки летят как в голову, так и в корпус, которые, при этом, надо также подчеркнуть, что его удары ногами имеют, ну, скажем так, хорошую плотность. Что касается его кардио, то вот опять же, да, если посмотреть на затяжные, на его поединки, то в третьем раунде по кардио, там, ну, опять же, при высоком темпе, в третьем раунде по кардио, конечно, Саид Нурмагомедов подседает. И переходим мы к сопернику Саида, это Сайдиакуб Кахрамонов, он является уроженцем, да, города Самарканд, город находится в республике Узбекистан, и по факту получается, что это третий боец из Узбекистана, который выступает в сильнейшем промоушене мира. В общем, стоит подчеркнуть, да, что, в принципе, Сайдиакуб выступал на турнирах, да, под дзюдо, на престижных турнирах под дзюдо, который выигрывал, да, то есть у него, в принципе, хорошая дзюдоистская база. Также он становился, по-моему, в 2019 году, если я правильно, да, как говорится, все помню, в 2019 году стал, завоевал третье место на чемпионате мира по самбо, и как раз-таки на этом же чемпионате, в этом же году выступал Мирам Двалишвили, который занял второе место. Ну, это такая небольшая информация, да. В общем, потихонечку, да, развивалась его профессиональная карьера, выступал он в ПФЛ, провел один поединок, встретился там против Умара Нурмагомедова, проиграл ему решением судей, но поединок выдал очень конкурентный, и да, там Сайд, точнее не Сайд, а Умар Нурмагомедов одержал победу, вопросов никаких нет, но Сайдиакуб действительно показал, что боец он разносторонний, сбалансированный и готов работать во всех аспектах, причем с любыми бойцами. И, по-моему, если, вот я ничего не путаю, да, из тех поединков, которые я пересматривал у Умара Нурмагомедова, вот Сайдиакуб, это тот боец, который, по-моему, на мой взгляд, лично дал самый близкий поединок к Умару Нурмагомедову. Опять же, у каждого свое мнение, но в моем мнении лично такое. В общем, также нужно подчеркнуть, что встречался Сайдиакуб, да, с таким бойцом, как Аскар Аскар, это топовый боец промоушена LFA, ну и, соответственно, победил его досрочно нокаутом. Также был поединок у него в организации Cage Fury Fighting Championship, там он подрался за чемпионский пояс, соответственно, нокаутом одержал победу над своим оппонентом, да, и в статусе чемпиона, скажем так, дочернего промоушена, да, Cage Fury Fighting Championship, его подписали, соответственно, в UFC в 21-м году. Вышел он тогда на коротком уведомлении против Тревена Джонса, соответственно, шел андердогом где-то за 2,5-2,6, ну и не дал себя побороть оппоненту и вообще смог Тревена Джонса досрочно победить техническим нокаутом в третьем раунде. Соответственно, после этого был поединок против Ронни Лоуренса, да, которого он победил вообще без каких-либо вопросов, отборол того, да, Гранденпаундом работал очень жестко, там все лицо разбил он Лоуренсу и продемонстрировал, что букмекеры, ну, мягко говоря, зря тогда в него не верили, да, выставляли на него кэф, он, по-моему, с Лоуренсом тоже шел андердогом, но небольшим там кэф на него, может, 1,95, бойка где-то, вот, примерно, такие цифры были. И, кстати, мы его тогда забирали, соответственно, в вип-канал. В общем, переходим к бойцовским качествам с Эдиакупа, у него, он так же, как и его, да, боец разносторонним является, как его оппонент, точнее. Стоит подчеркнуть, что его сильная сторона это борьба, тейкдауны действительно очень грамотные, хорошая защита от тейков, хороший контроль в партере, плюс это боец, который после оформления тейкдауна, он не будет просто так лежать. Он будет очень много работать, он будет бить локтями, он будет просто разбивать своего оппонента, то есть классическая работа в партере корпус-голова, да, и изматывать своих соперников в партере, сайдя о Кубках Рамонов умеет. Что касается его стойки, в этом аспекте он может конкурировать, да, со своими оппонентами, но, опять же, повторю, что его сильная сторона это конкретно борьба. Что касается его кардио, я смотрел его трехраундовые поединки и скажу, что в плане функционалки никаких проблем я у него не увидел. Ну и, соответственно, друзья, переходим мы к прогнозу на этот поединок, давайте взглянем на котировки букмекерских контор. В данный момент Саид Нурмагомедов у нас идет фаворитом за 1,7, в то время как сайдя о Кубках Рамонов, да, соответственно, идет у нас с Эндердогом, ну, примерно где-то за 2,2. Но, опять же, я думаю, что перед поединком КФ будут прогружаться, кто-то на кого-то вырастет, на кого-то упадет, это, в принципе, нормальное явление, потому что, по-моему, еще вчера Саид Нурмагомедов шел за 1,76, сегодня уже за 1,7. То есть, возможно, скорее всего, невозможно, скорее всего, его будут подгружать. В общем, давайте разбираться, как всегда, по самым тонким моментам, да, и пробежимся именно по всем плоскостям смешанных боевых единоборств. Ударная техника, борьба, кардио и оппозиция. Если мы берем оппозицию, то, в принципе, вроде бы как со стороны она может показаться, что у Саида она лучше, да, потому что, ну, я имею в виду Усаиду Нурмагомедову, потому что Дублас, Сильва де Андрадо, это хороший боец, хороший среднячок, как минимум. Коди Стэмон там тоже когда-то заходил в топы, ну, Марк Стригл, да, Штригл, Стригл, как правильная его фамилия, в общем, произношение, точнее, да, у всех разное. Это оппозиция ни о чем, Барселос это хорошая оппозиция, в любом случае, Рикардо Рамос тоже хорошая оппозиция, то есть, как бы, вроде бы, в процентном соотношении я бы поставил здесь 55 на 45 в пользу Саида Нурмагомедова. В плане кардио, ребят, мне кажется, здесь Саиде Акуб должен выглядеть лучше, потому что, опять же, да, повторюсь, я смотрел, смотря, когда пересмотрел все его поединки, именно трехраундовые, да, я увидел, что у этого парня вообще никаких проблем с функционалкой нет, да, он может длительное время бороться, длительное время находиться в стойке, длительное время в клинче, да, то есть, для него это, в принципе, нормальное явление. Еще раз повторюсь, что во всех плоскостях, именно в ММА, в плане функционалки он смотрится отлично, без разницы, какая это работа, то есть, борьба, либо же стойка. Вот, поэтому, ну, скажем так, 60 на 40 в плане функционалки, в плане кардио я отдаю преимущество на сторону Саиде Акуба Кахрамонова. Дальше мы берем аспект борьба. Здесь преимущество за счет того, что действительно хорошая база у Саиде Акуба, да, плюс он выступал на чемпионате мира по самбо, плюс выступал на высоких по уровню турнирах по дзюдо, да, то есть, мы видим, что действительно образковая техника у него отличная, плюс хороший контроль в партере, да, плюс гранд энд баун тоже присутствует, то есть, тот самый момент, когда он наносит ущерб своим оппонентам, находясь в партере, все это делает его в аспекте борьбы лично, на мой взгляд, фаворитом. Вот, конечно же, в любом случае у Саида, я еще раз повторюсь, у него хорошая защита от тейкдаунов, пока он свеж. То есть, если его замедлить, закислить, да, если с ним поработать, поглинчевать, повисеть на нем около сетки, да, то, опять же, по моим, скажем так, сугубо личным, да, суждениям оценочным, скажем так, то, ну, в третьем раунде у Саида уже есть проблемы, его в третьем раунде можно переводить, можно контролировать. То есть, тот же самый Дугла Сильва де Андраде в третьем раунде, получается, я вот не помню, как он Саида Нурмагомедова, то ли он его, получается, подсечкой уронил, да, ну, в смысле, не в нокаут, а просто наносил, и, соответственно, не шел он в партер к Саиду, просто отбивал ему ноги, хотя, в принципе, мог бы заскочить в партер, там подключить мощнейший гранденпаунт, и как бы там все это было, тоже непонятно. Вот, и также стоит подчеркнуть, что на первых минутах, конечно же, в первом раунде Саид Нурмагомедов максимально опасен за счет своей разностороненности именно в ударной технике, но, опять же, если этот момент пережить, если его постоянно пробовать бороть, переводить в партер, а это делать можно, ну, бойцам, у которых борьба находится на высоком уровне, а у Саиди Акупа, я считаю, что она находится на высоком уровне, опять же, по моему мнению, да, то здесь в борьбе я бы поставил, ну, где-то 60 на 40 в пользу Саиди Акупа Кахрамонова. Ну, и, соответственно, остается у нас главный, а может быть и не главный, ну, в общем, крайний аспект в ММА, это ударная техника, и здесь в ударке, мне кажется, Саид немножко будет поострее выглядеть, да, поскольку, во-первых, он выбрасывает больше ударов, нежели чем его оппонент по статистике, Во-вторых, как я уже и говорил, да, Саид это боец, который бьет очень много таких, скажем так, непредсказуемых ударов, да, таких как бэкфисты, например, вертушки, да, по разным уровням пробивает лоу-кики, лоу-киков большое количество, да, ну, и вообще, в принципе, финтов у Саида Нурмагомедова в стойке огромное количество, То есть, именно за счет того, что у него больше опций в стойке, преимущество в ударке я где-то поставлю 55 на 45 в его сторону, в общем, как вы уже поняли, да, если, в принципе, подытожить и суммировать все показатели, то вроде как бы здесь получается, что бойцы действительно близкие, бойцы равные, получается, Саид Нурмагомедов у нас в данный момент занимает 15-ю строчку, в то время как, сайдя о кубках рамонов, сейчас не входит в топ-15 вообще. В общем, я действительно долго думал, долго думал насчет того, что кто же все-таки в этом поединке, скажем так, заберет эту победу, да, и действительно ли коэффициенты отображают действительность. Возможно, кэфы и должны таким образом выставлены, да, каким они сейчас есть, то есть Саиди Акуб идет анбердогом за 2.20, Саид Нурмагомедов идет фаворитом за 1.6, потому что, ну, вроде бы как в ударке опасной, да, плюс имеет, скажем так, в партере, да, имеет возможность накинуть удушку, там, болевой прием, ну, в основном, конечно, удушку, да, ну и плюс еще оппозиция. Но если на этот поединок посмотреть, немножко с другой стороны зайти, да, то повторюсь еще раз, Саиди Акуб, если Саид не финиширует его в первом раунде, да, условно говоря, то дальше Саиди Акуб будет делать все возможное, чтобы ввязываться в клинч. Вот эта вот изнурительная работа, которая забирает огромное количество сил, будет пробовать переводить Саиду Нурмагомедова. Как только у Саиди Акуба получится переводить оппонента, он не будет как Дуглас Сильва, да, там, грубо говоря, отбивать, стоять и отбивать ноги лежачему оппоненту. Нет, он будет влетать в этот самый партер, он будет контролировать, он будет бить локтями, как я уже говорил, у него отличный гранд энд паунд, соответственно, вот такая работа от него и будет происходить. Поэтому, в принципе, в принципе, да, при близких, скажем так, коэффициентах, при близких шансах на эту победу, да, здесь я все-таки больше склонюсь в сторону Саиди Акуба Хакрамонова. Боец мне нравится, да, повторюсь еще раз, в стойке он, ну, возможно, немножко будет ниже классом, чем Саид Нурмагомедов, но борьба у него очень крутая, мы знаем, что ребята с хорошей борьбой, в принципе, у них, ну, в большинстве случаев чуть больше шансов, именно за счет того, что они могут ее подключить, и плюс, когда у тебя функционалка позволяет ее подключить там во втором, а тем более в третьем раунде, при том, что, повторюсь еще раз, в тех поединках, которые я видел, у Саида есть проблемы в третьем раунде, потому что у него энергозатратный стиль, энергозатратный темп поединка, здесь бой, я думаю, что будет кость в кость, скорее всего, он будет близкий, да, в этом противостоянии, и за счет того, что, повторюсь еще раз, борьба, хорошая кардио, хорошая у Саиди Акуба Хакрамонова, да, в этом противостоянии я притоплю за него, тем более он идет андердогом, все те, кто меня давно смотрит, они знают, что, когда шансы близкие, равные, я всегда газую за андердогов, здесь считаю, что, в принципе, под небольшой процент от банка это будет, ну, скорее всего, будет неплохой вариант. В общем, да, друзья, вот такое вот у меня мнение получилось на этот поединок, теперь, как говорится, в ваша очередь, да, пишите все свои мысли в комментариях, да, также прогнозы в комментариях, пишите, не забывайте подписываться на мой YouTube канал, колокольчик обязательно прожимайте, чтобы выпуски не пропускать, я же вынужден с вами попрощаться, ребят, всем пока и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok